Всем привет! Просто сумасшедшие новости по сериалу Властелин колец у нас имеется сегодня. Ведь похоже, что студия Амазона опять сумела каким-то невероятным образом всех провести. И тогда как фанатское сообщество было уверено, что производство первого сезона сериала уже в августе начнется в Шотландии, последние известия, прилетающие из-за океана, говорят о том, что все-таки Новая Зеландия на финише умудрилась вырвать пальму первенства и студия в Окленде уже целый год тайно готовится к старту съемок, которые могут начаться уже в этом месяце. Кроме того, новым потрясением, хоть и в приятном смысле слова, для будущих зрителей стал тот факт, что бюджет проекта от Амазон возрос еще наполовину и составляет теперь, внимание, не один, а целых полтора миллиарда долларов. Вы вообще можете себе такое представить? Что, кстати, сразу же повлекло за собой слухи о том, что студия планирует снимать не 5, как говорилось ранее, а 6 или даже 7-8 сезонов их нового флагмана. В общем, давайте же сейчас разбираться в деталях, а также раз у нас уже пошел такой разговор, поговорим обо всем, что на данное время мы в принципе знаем о таком амбициозном проекте, прямо перед стартом его производства. Итак, сперва, само собой, с новостями о локациях. Как вы знаете, за место под солнцем, или если выражаться более точно, то за место для съемок сериала «Властелин колец» боролись две страны – Новая Зеландия, как родина фильмов Питера Джексона и Шотландия. Причем, если сперва бесспорным лидером была первая, то после теракта, произошедшего в стране этой весной, как стало известно только сейчас, чаша весов резко качнулась в сторону Шотландии. Собственно, уже полтора месяца назад мы узнали, что в студии в портовом районе Эдинбурга Лейт с августа этого года должна стартовать работа над первым сезоном «Властелина колец». Но каково же было всеобщее удивление, когда буквально на днях, никто бы то ни был, а лично премьер-министр Новой Зеландии, а также другие представители правительства этой страны, выступили с заявлениями о том, что им удалось достичь договоренности с Амазон на предмет того, что, внимание, большая часть их сериала будет все-таки отснята именно в Новой Зеландии, как говорится Шотландия, прости-прощай. Более того, оказывается, что студия в Окленде уже около года втайне готовилась к началу съемок, но об этом официально не говорилось. Кроме того, еще одной площадкой для производства сериала должен будет стать Окру Кумео в 25 километрах от Окленда. Ну а контракты со студиями вроде как планируют подписать уже в июле, после чего, собственно, и стартуют сами съемки. И что самое главное, правительство Новой Зеландии, так же, как и некоторые инсайдерские источники, все как один говорят о том, что именно эта страна в результате станет основной локацией, где и развернется главное производство. Так что все-таки Новая Зеландия перевоплотится в старое доброе Средиземье, отобрав это право у суровой Шотландии. Что же, хорошо это или плохо, судить я пока не берусь, но вы, если хотите, можете высказаться в комментариях. Но это не последняя потрясающая новость на сегодня. Другим, не побоюсь этого слова, шоком для многих, хоть и в хорошем смысле слова, стал тот факт, что бюджет нового сериала, который еще ранее был заявлен как 1 миллиард долларов, что сразу же поставило проект от Амазон в топ телесериалов, по крайней мере, по бюджету, так вот, данная сумма в теперешнем времени увеличена еще на 50%. И, как стало известно, теперь составляют уже 1,5 миллиарда долларов. Потрясающе, не так ли? Причем в данный момент так до конца и непонятно, на что именно и по какой причине производится такое резкое изменение бюджета. То ли Джефф Базос решил еще разогнаться, то ли что сейчас обсуждается с особым жаром, Амазон надумали увеличивать количество сезонов своего будущего сериала. Ведь, как сообщалось ранее, студия планирует выпустить 5-сезонный проект, но вот такое увеличение бюджета вполне может означать, что данное решение было пересмотрено и теперь Амазон запланировали нечто еще более масштабное, с большим количеством сезонов, дабы уже окончательно утвердить за собой статус нового лидера в своем жанре. Короче, такие они самые свежие новости по сериалу «Властелин колец». Сейчас же я предлагаю в целом обобщить и понять все, что на данное время нам известно о таком мега амбициозном проекте студии Амазон. Ведь информация, как видите, менялась и до сих пор меняется очень быстро, так что нить не всегда легко уловить. В общем, все, что на данное время известно нам о сериале «Властелин колец». Давайте сперва ответим на главные вопросы – что, где и когда. Итак, что? Многосезонный сериал, основанный на вселенной Толкина, по условиям контракта с Толкин Эстейт, не будет основан на каком-то определенном произведении писателя, но даст возможность сценаристам подключить свою фантазию. То есть 99%, что это не будет, как в случае с трилогиями Джексона, экранизация конкретной книги, но скорее вольный рассказ определенного периода, само собой происходящий в рамках уже существующей вселенной. Иначе зачем было платить 250 миллионов долларов за права экранизации? А вот что еще более интересное, так это что по первоначальному условию контракта Амазон оказывается оставляет за собой право на еще один спин-офф своего проекта. Так что чисто теоретически мы с вами можем в будущем увидеть и еще один сериал по вселенной Толкина от все тех же Амазон, впрочем это еще не близкая перспектива. Теперь что касается когда. Сами права у Толкина Эстейт были выкуплены в 2017 году, и по условиям контракта работа должна начаться не позднее, чем через два года после этого, то есть до конца 2019. Но мы с вами уже сегодня обсудили, что старт съемок ожидается если не в июле, то как минимум в августе этого года, так что уже этим летом все и начнется. Что же касается даты выхода первого сезона, то на данный момент это 2021 год, раньше нам точно ожидать ничего не приходится, и главное, что производство еще не затянулось. Так что забегая наперед и говоря о хоть каких-то промо-материалах, раньше 2020-го их тоже не ждите, а полноценный трейлер вполне возможно, что задержит и до 2021 года. Теперь главная интрига нового шоу, а именно кто же будет его создавать. И тут, несмотря на то, что съемки должны стартовать уже через месяц-другой, мы с вами не знаем почти ничего. Кроме того, что в 2018 были объявлены сценаристы сериала Джей Ди Пэйн и Патрик Маккей, писавшие сценарий для Годзилла против Конга и еще некоторых проектов, включая Стартрек. Как я понимаю, эта же парочка должна стать шоураннерами сериала, хотя это и не точная информация. Ну а уже в этом году мир узнал о том, что Брайан Когман, написавший 11 серий Игры Престолов, чей сценарий спин-оффа недавно отбросили HBO, перешел в команду Amazon. Как мне кажется, это неплохой выбор. Что же касается режиссера, шоураннеров и актеров будущего сериала, то в этом вопросе пока что полное молчание. Кое-кто из, так скажем, старичков, как, например, тот же Иэн Маккеллен или Шон Эстин, высказывались о том, что они не против вернуться в сериал, но, как мне кажется, шансов на это практически нет. А впрочем, посмотрим. Хорошо хотя бы, что благодаря подсказкам аккаунта Amazon в Твиттере мы с вами хоть и примерно, но все же знаем, о чем и главное, когда будут события нового сериала. Происходить они будут задолго до того, как случились события трилогии Джексона, а именно во вторую эпоху Средиземья, время, когда были созданы Кольца Власти, возвеличился и погиб Нуменор, а также был развенчан и побежден Саурон в Великой Битве Последнего Союза. Именно в этой, более чем трехтысячелетней эпохе и развернутся события нового телепроекта. Более конкретно на данный счет, конечно, еще можно поговорить, но не в этом видео. Кому интересно, переходите по ссылке в описании на мой отдельный выпуск, посвященный данному вопросу. Хотя, впрочем, некоторые до сих пор еще верят, что сериал от Amazon будет посвящен молодому Арагорну, как еще ранее сообщил самый авторитетный фанатский ресурс по Властелину Колец The One Ring. Более того, после таких вот сообщений даже Вига Мортенсен, исполнявший эту роль в трилогии Питера Джексона, начал уже давать советы своему потенциальному преемнику и все такое, но все же было это до того, как Amazon опубликовали карты, так что я лично все же склоняюсь ко второй эпохе. Что же касается Питера Джексона и его участия или неучастия, то знаменитый новозеландец менял свое решение уже много раз. Сперва он наотрез отказывался, утверждая, что будет причастен к сериалу лишь в качестве зрителя, позднее менял свое мнение то в одну, то в другую сторону и на данное время все, что мы знаем, так это слова босса Amazon Studios Дженнифер Салки о том, что они все еще ведут переговоры. А также слова самого Джексона, что вероятно он мог бы поучаствовать в новом проекте, возможно в качестве консультанта, отсмотрев несколько сценариев, в общем, чем может, поможет и более никакой конкретики. Хотя после, так сказать, от спорных фильмов Хоббит далеко не все фанаты горят желанием увидеть именно Питера Джексона в режиссерском кресле, предпочитая новые имена. Да и вообще не исключено, что по примеру Игры Престолов и Ведьмака режиссерский состав сериала Властелин колец будет меняться от серии к серии и от сезона к сезону. Да, вот как раз пока работала над монтажом видео, стало известно имя одного, а может и единственного, пока что точно не знаем, режиссера будущего проекта. Им стал 44-летний Хуан Антонио Байона, испанский режиссер, сценарист и продюсер, снимавший вполне успешный второй мир Юрского периода и еще много картин. Что ж, будем ждать дальнейших новостей. Если же говорить о тех персонажах из фильмов Джексона, которые все еще могут появиться в новом сериале от Амазон, в том случае, если он в самом деле будет о второй эпохе, то их в действительности не так уж и много. Это в первую очередь темный властелин Саурон, причем, что наиболее интересно, что он как раз должен будет предстать перед зрителем в совершенно ином, куда более благообразном виде, далеком от того, что мы видели во Властелине Колец. Вообще, как ни крути, а Саурон по-любому просто обязан стать ключевой фигурой нового шоу, о чем бы оно ни было. Ну а кроме Темного Властелина, у нас с вами есть еще шансы увидеть эльфов. Элронда, Галадриэль и Келли Борна. Напомню, что в трилогии Джексона Элронда сыграл Хьюго Уивинг, Галадриэль Кейт Бланшетт, а Келли Борна Мартон Чокош. Так что можем с вами уже поразмыслить на тему того, появится ли кто-то из этой великолепной тройки в будущем сериале. А вот всеми нами любимый Гендальф появился в Средиземье уже в третьей эпохе, так что если я ничего не путаю, то его в исполнении Иена Макеллина или кого бы то ни было другого у нас нет шанса встретить в новом сериале от Амазон. Как это не печально. Что же о бюджетах и сезонах, как и о местах съемок будущего проекта от Амазон мы с вами уже вроде поговорили ранее, так что сейчас даже не знаю, что еще добавить, по-моему это вся информация, так что теперь нам остается только очень внимательно следить за новостями от Амазон. В принципе даже не так, следить за ними буду я, а вам все что нужно, так это подписаться и нажать на колокольчик, так вы всегда будете в курсе последних событий. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok